Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сейчас я решила показать вам теплицу, вторую с томатами, ту, где я выращиваю рассаду на продажу. И кто смотрит, следит за всеми моими видео, они увидели, что здесь я рассаду томатов и перцев вырастила, потом я убрала ее, продала, и на это место в очень поздние сроки посадила еще раз томаты. То есть это второе использование теплицы за этот сезон. Высаживала я, конечно, позже, на полтора или даже на два месяца позже, чем в первой теплице, там, где сейчас у меня спеют томаты. И вот здесь у меня получилась такая ситуация, я вам сейчас расскажу. Я, когда первую теплицу высаживала, у нас не было еще никаких капельных поливов по мини. И когда я посадила уже томаты, потом я решила, спросила у мужа, сможет ли он мне сделать капельный полив, потому что вижу у всех уже капельные поливы в интернете, вижу. Он сказал, что сможет. И мы делали капельный полив уже после того, как томаты были высажены с завязью. И распределять вот эти трубочки были очень-очень неудобно, вот эти вот ленты. Я, когда на это посетовала, мне сказали, в интернете написали, что лучше сначала сделать лунки. А, и у меня капли, вот эти вот дырочки с каплями не совпали, конечно, с моими лунками, которые я сделала. То есть я лунки сделала на одном расстоянии, капли капали совсем в другое место чаще. И мне сказали, что лучше сначала сделать лунки, смерить под каплю, а потом уже, ну, высадить томаты. Я вот эту теплицу решила сделать чисто под капельный полив. Я взяла сантиметровую ленту, через 30 сантиметров наметила лунки, посадила томаты, и потом уже мы разложили эту ленту. Но, как обычно, я же делаю сначала план, а потом высаживаю. А тут я отмеряю, делаю лунку, отмеряю 30 сантиметров, делаю лунку, отмеряю, делаю лунку. И я забыла совсем о том, что нужно посчитать, надо было заранее, а сколько же их будет. Когда я их все высадила, они же были маленькие, рассада, еще не было заметно, что их много. И меня как-то не насторожило. Но потом, когда я стала вставлять колышки, я посмотрела, ношу и ношу колышки, ношу и ношу. Когда я их посчитала, я ужаснулась. Представьте, в теплице 3 на 8 я впихнула 204 томата. Вот 102 томата на одну сторону и 102 томата на другую. Это очень много. Я вообще удивилась, как они вообще сюда влезли. И меня вот эта лента как спутала, я под ленту. Вот дырка, лунка, дырка, лунка, дырка, лунка. Конечно, я их все доведу до получения урожая. Тут вот у меня уже испеют, видите, Настенька. Тут они очень много завязи. Я бы не сказала, что им сильно тесно. Если вот посмотреть, я же их вовремя обрезаю, все делаю так-то. У них вроде все так нормально. Но никогда не повторяйте вот такого моего опыта, как негативного. 200 томатов в одной теплице – это очень много. Очень много почему? Потому что это трудно в уходе. Они же зарастаются. Ну, представьте, 200 томатов в одной теплице. Это я отсюда хожу, пасынки только режу, 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 обрезаю, обрезаю, обрезаю. Вот те, которые высокорослые там, они уже дошли до верха. У меня здесь, короче, ботанический сад. Заходишь и разгребаешь руками, чтобы проплыть от одного конца к другому. Я вот сейчас снизу показываю. Я стараюсь для того, чтобы их все-таки уберечь. Даже при такой загущенности, чтобы их уберечь от болезней, я все низы тщательно вот выпала. Ну, как, убираю вообще всю зелень, чтобы было хорошее проветривание. Пока они чувствуют себя нормально. И, как я поняла, наблюдая за ними, в принципе, им-то, их-то ничего и не смущает, мне кажется, что их тут так много в одной теплице. Но для человека, если вы особенно... Сейчас я поднимусь повыше. Если вы особенно начинающий, такое количество томатов в одной теплице, это очень много. Сейчас я пройду, покажу вам, как я по проходам хожу. Ну, опять, вот смотрите, несмотря на загущенность, листья все зеленые, прям изумрудно-зеленые. Чувствуют они себя все хорошо. Я, конечно, со своей тушкой проползаю здесь уже с трудом. Но я, честное слово, я не хотела их столько много насаживать. Это меня все подвело. Это жажда капельного полива, хотела как-то себе облегчить труд этим летом. Так, вот это у нас центральный проход. Видите, он скоро исчезнет, потому что еще здесь еще и недотерминатные сорта насадила. Ладно, здесь денты у меня сидят низкорослые. Но если нам зайти вот в этот проход, конечно, вот сначала, смотрите, заходишь, они замкнулись сверху. Кажется, что им так тесно. Вообще ужасно, тут даже нет прохода. Но если опуститься вниз и посмотреть там, где они живут, я же их здесь очищаю, вы посмотрите, сколько хороших завязей. И мне кажется, что они вот как действительно в тесноте, да не в обиде, они хорошо завязались. Тут у меня и Ботяня, и Настенька. И тут внизу, где я все выпалываю, такой широкий проход, дорожка. Если бы они верхние части не смыкали, было бы все прекрасно. Тут прям шоссе можно на дорогах ездить. Но вот вверху они, конечно, разрастаются. И тут только если быть гномиком, вот так вот, низким ростом, ходить очень удобно. Все. Это я вам видео показала для того, чтобы... Ой, ой, ой. Для того, чтобы предотвратить кого-то от таких же ошибок. Я высаживаю, когда в теплице 140 томатов. Это еще нормально. Это хорошая цифра такая, которую можно обслужить. Но 200 томатов в одной теплице это очень много. Не повторяйте моих ошибок. Иначе будет вот такая джунгля у вас. Все, до свидания. С вами была Ольга Чайкова.